В России пятую неделю подряд фиксируют рост заболеваемости коронавирусом и провоцирует его новый штамм с устрашающим названием кракен. Вирусологи считают, что самой уязвимой группой населения сегодня являются непривитые, потому что именно они тяжелее всего переносят заболевания. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору», дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи. Сегодня Александр Муравец, главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Добрый день. Вот сейчас за наше здоровье будем с вас спрашивать. Знаете, я каждый раз думаю, кто вообще именует эти новые штаммы. Ну, надо же так назвать, кракен. Вообще просто кошмар какой-то. Ну, на самом деле именуют в различных странах, и звучание, и коннотации, и названия могут, в общем-то, иметь какие-то национальные особенности. Поэтому, может быть, где-то это не так пугающе звучит. Вот поэтому тот, кто описывает первое, он имеет право на наименование. Но, тем не менее, кто перед тем, кто переболел, говорят, что достаточно жесткий штамм в том плане, что, ну, так вот, простыми словами сказать, всю душу вынимает, что очень тяжело люди болеют на самом деле и переносят. Ну, по-разному. Я, кстати, недавно переболел, но я относительно легко переболел. Вот, то есть, температура была пару дней, но я привитой, правда. Вот. А вообще, да, скорее всего, ну, где-то не такой тяжелый, наверное, вариант, как был самый первый нативный коронавирус, но потяжелее, чем вот предыдущие до кракена были варианты. Да, то есть, в принципе, мы, конечно, видим некоторые утяжеления картины. Люди жалуются на то, что соднит все тело, суставы, колени, локти. Ну, мы считаем, как бы здесь все-таки специфическим, неправильно говорить, частым симптомом и важным – это сильные боли в горле. С этого начинается? Ну, дело не в том, просто на самом деле боли в мышцах и суставах и глазных яблоках относить к симптомам коронавируса будет не совсем правильно, потому что это классические симптомы коронавируса тяжелого ОРВИ и очень характерны для гриппа, и в этом нету совсем никакой специфики. Но в целом я хочу сказать, и это важно, я вообще-то категорический противник попыток, знаете, такие интернет-таблички разделения различных ОРВИ по симптомам, это невозможно, надо признать. У нас есть эффективные тестовые системы разного типа, вплоть до домашних экспресс-тестов. Это единственный способ все-таки разобраться с тем, что это грипп, коронавирусная инфекция, либо иное ОРВИ. Это путь тупиковый, симптомы очень похожи, конечно. Ну, кстати, вчера читала некоторые публикации, медики пишут о том, что не всегда тест показывает наличие коронавируса. Вот именно касаемо Кракена, и врачи говорят, что, может быть, и не показать просто на пустыне. В медицине и биологии мы вообще как бы обычно привыкли работать без 100%. В подавляющем большинстве показывает прекрасно, вот потому что я сейчас вижу, как бы, причем именно, что хочу подчеркнуть, даже бытовые тесты из аптек все показывают. Вот не говоря уже о том, что ставят поликлиники настоящую пациентреакцию. Вот. Бывают всякие ситуации, и это может быть связано просто и с неправильным забором, и с тем, что человек там поел, попил, побрызгал в горло, или там в нос перед забором. То есть ситуации бывают разные, и в подавляющей большинстве случаев все-таки показывают правильно. И, наверное, ничего нового данный штамп, как и все предыдущие, обостряет все имеющиеся заболевания. Конечно, да, конечно. То есть особенность коронавируса, которая в какой-то мере присуща была и гриппу, но, конечно, у коронавируса она намного более выражена. То есть это системное воздействие практически без исключения на все органы системы, и при наличии тонкого места в организме, то есть вот оно рвется, где тонко, там рвется, да, это остается. И постковидный синдром никуда не делся, никуда не делся. Да, покороче, подлиннее, но это тоже особенность. Если про ОРВИ через неделю человек забыл, то так не получается с коронавирусом, конечно. По-прежнему не получается, хотя столько лет он же живет с нами. Ну, сколько, на самом деле, мало. Третий год, да, по-моему? Да. Ну, с самого начала, с 20-го года, да. Я еще раз напомню тем, кто не включил нас с самой первой минуты сегодня в гостях у программы «Звоните доктору», главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. Мы сегодня говорим, ну, пока говорим про коронавирус, который рост заболеваемости фиксируется в стране. И мы работаем в прямом эфире, 202.11.22. К нам в студию можно позвонить и получить ответы на свои вопросы. Несмотря на то, что, ну, во-первых, третий год, да, уже как-то мы попривыкли. И в повестке нашей жизни сегодня много других острых вопросов есть. Наверное, все равно как-то ослаб интерес, напряженность к этой теме. Но, тем не менее, правильно я понимаю, что заболевание по-прежнему не является безобидным и, более того, по-прежнему уносит жизни. Конечно, конечно. И тема вакцинации по-прежнему крайне актуальна. Давайте тогда про вакцинацию и поговорим, потому что, насколько мне известно, вот в связи с вышесказанным, не самая популярная процедура сейчас у нас. Согласен, да, определенная усталость. Такая вот накопилась какая-то легкое раздражение. Вы знаете, я не хочу повторяться. Мы очень много говорили по вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе и с вами. Поэтому достаточно коротко я бы три таких вот, наверное, бы озвучил тезиса, которые просто, ну, у меня вот в сознании возникли. А из встреч с населением, которых я очень много провожу, то, что действительно людей беспокоит и где люди путаются. И вот первый, конечно, вопрос вопросов – это 6 месяцев или год. И почему не пропадает QR-код, а вы хотите через 6 месяцев? Вот эта вот ситуация, она, конечно, очень беспокоит. Поэтому хочу еще раз пояснить. Вакцинация делится на экстренную и плановую. Экстренная проводится с ситуацией низкой иммунной прослойки и высокого уровня распространения инфекции. И вот по коронавирусу сейчас идет экстренная вакцинация. То есть мы далеки от благополучной ситуации, которая определена 1 раз в 6 месяцев. Ситуация когда-то стабилизируется. Есть определенные признаки этого. Точно я не могу сказать, когда. Когда она стабилизируется, это будет объявлено. И тогда мы перейдем на вакцинацию раз в год. И она будет синхронизирована с вакцинацией от гриппа, наверное, очевидно. Возможно, будет совмещенный препарат. Но это уже будет, скажем так, более стабильная и безопасная ситуация. Сюда же к этому вопросу спрашивают. А что она у вас никак не дорастет, эта иммунная прослойка? Поясняю и здесь. Проблема в том, что иммунная прослойка не только растет, но и падает. Опять же, ну пусть там считать через 6, через год, неважно. Люди, привившись или переболев, не делают повторную вакцинацию. Поэтому их титр и антител снижается до неопределяемого уровня. И они выходят из иммунной прослойки. Это надо понимать. То есть она у нас не растет сейчас. Она у нас с тенденцией к снижению находится. Поэтому мы очень далеки от тех 80 или прочих процентов, которые мы хотели достичь. И вот теперь несколько слов уже таких у нас же все вирусологи. Но я, тем не менее, хочу некоторые вирусологические моменты пояснить. Во-первых, почему уходят антитела? И обязательно они будут уходить? Обязательно будут уходить. Это связано с фундаментальной рациональностью организма. Организм не может постоянно держать антитела от всего, с чем он встречался. Просто потому что тогда их будет слишком много. Поэтому если встреча с инфекцией не происходит, не происходит так называемый буст воздействия вакцины, то они неминуемо, это нормальная физиологическая реакция здорового организма, они уменьшаются и довольно быстро будут уменьшаться. Что здесь важно понять? Опять же, так как все вирусологи, то мне иногда говорят, а знаете ли вы, Александр Владимирович, что есть разные типы иммунитета? Так вот, возможно, кто-то удивится. Я знаю. И о чем здесь говорят люди? Что есть же еще клеточный иммунитет, есть же клеточная память. Наверное, мы же все каким-то образом контактировали. Мы же теперь уже не совсем наивные по отношению к коронавирусу. То есть мы что-то организм, что-то о нем знает. Вот право они или не право. Здесь ответ такой и да и нет. Есть фундаментальная разница между активными антителами в крови, так называемым гуморальным иммунитетом и вот этой вот клеточной памяти. В чем она? Она во времени. То есть если коронавирус попадает в организм эффективно привитого человека, попадает коронавирус относительно в небольшом количестве, я понимаю, сколько мы там вдохнули от чего-то там кашлян или чихания, он сразу атакуется циркулирующими в крови антителами. И его взаимодействие с клетками существенно уменьшается, и есть шанс на самой ранней стадии либо предотвратить заболевание, либо добиться, что оно притечет очень мягко. Если коронавирус поступает к человеку, пусть и с наличием клеточной памяти, иммунной памяти, то пройдет 3-4-5 по-разному дней на то, как антитела выработаются. И коронавирус он вообще-то ждать не будет, если 3-4-5 дней. Он будет активно размножаться и атаковать клетки, в том числе эпители легких. И вот дальше вопрос, а принципиально ли эти 5 дней? На самом деле я не знаю. Для кого-то нет. Для кого-то это разница между легким или тяжелым течением. А для кого-то это разница между жизнью и смертью. Потому что у какого-то количества людей те разрушения, которые коронавирус способен произвести за несколько дней, они могут оказаться просто несовместимы с жизнью и здоровьем в последующем. То есть вот как бы с точки зрения вирусологии и иммунологии в чем разница. Разница во времени, но время для определенной части наших сограждан, особенно всех тех же групп, которые мы, собственно, уже много раз перечисляли, людей с болезнями сердца и сосудов, с болезнями легких, с гипертонической болезнью, с избыточным весом, с сахарным диабетом, для них эти 4-5 дней могут оказаться критичными. Поэтому мы настоятельно всем рекомендуем все-таки вакцинироваться каждые 6 месяцев. И особенно я хочу вот обратиться к людям, которые вакцинировались 1-2 раза. Но мы понимаем, что вам немного надоело, но мы понимаем, что вы немного устали. Но с другой стороны, давайте посмотрим вот на этот стакан, не на как на полупустой, а на как полуполный. Вы-то уже убедились, что никакой реакции на вакцинацию нету, что вы совершенно спокойно переносите. Но, пожалуйста, все-таки давайте соберем волю в кулак и будем поддерживать иммунную прослойку вот пока в соответствии с текущей ситуацией. Ну, судя по тому, о чем мы с вами говорили до эфира, сейчас вот последние слова были обращены ко мне, поэтому программа на этом заканчивается. Мне нужно пойти сделать прививку. Ну, если серьезно, то еще, наверное, стоит поговорить о том, какие есть сейчас вакцины у нас в Самаре в наличии. И опять-таки каждый раз же вопрос выбора, вот всем хочется. Ну, да, ну смотрите, как бы все-таки я не теледоктор, поэтому индивидуальных рекомендаций не даю. Стараюсь, по крайней мере, по возможности. Вакцина, по большому счету, одна с различными вариантами использования. То есть вакцина – это спутник ВИ, гам-ковид-вак, она сейчас одна. Вариантов получается три. Это двукратное внутримышечное введение, классическое. И это однократное введение, которое может быть осуществлено как спутником ЛАЙТ, так и первым компонентом спутника ВИ стандартного, что фармакокинетические, фармакотиномические, химические – совершенно одно и то же. Это идентично. Это вопрос именно, как закрывается вакцинация, она может быть по желанию гражданина. И по итогам консультации с медиками закрыта либо после первой инъекции, либо после второй. И третий вариант – это назальные вакцины, которые та же гам-ковид-вак, и двукратно, конечно, она производится. Двукратно? Да, да. Вот, здесь выбор за гражданина. Ну, реально, вот здесь просто я не имею, я кое-чего знаю, я не хочу здесь входить в детали, это будет неправильно с моей стороны. Это хорошая рабочая вакцина, все эти варианты хорошие рабочие. Ну, здесь нужно человеку как бы самому, либо со своим все-таки медиком, либо прямо уже придя в пункт вакцинации, там проконсультироваться, от разных нюансов уточнить, что для него важно, и выбрать вариант, подходящий именно для себя. Угу. Нужна какая-то специфическая подготовка к прививке? Я думаю, если кто-то не делал, а те, кто делали давно, уже тоже об этом забыли. Нет, нет, нет. То есть наличие ОРВИ и повышенной температуры является противопоказаниями, временным противопоказанием для вакцинации. А постоянными? У нас практически нету постоянных противопоказаний для вакцинации, кроме, по сути дела, одного. Это выраженная аллергическая реакция немедленного типа на предшествующее применение аналогичной вакцины. Вот оно-то, по сути дела, после как бы всех пересмотров, оно оказалось, по сути дела, единственным этого противопоказания. Причем, подчеркиваю, не любая аллергическая реакция, совершенно там конкретно, опять же, там все прописано в аннотации, да. Давайте на звонок ответим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, у меня вопрос к вам. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в феврале мы провасцинировались. Я сделала себе Натальину привет, помню, а муж и мышечную. Медвестяна сказала, что это однократная прививка. Больше не нужно прививаться. Ни ту, ни другую. Да, ни ту, ни другую, да. Когда? Через полгода. Да. Слушайте, даже здесь не буду спорить, честно говоря, сейчас идет вот такая вариативная ситуация, потому что, в принципе, ориентируется на позицию, в том числе и пожелания клиента, вот я говорю, как и про, как и при внутримышечной. Вот просто если вот лично я бы просто делал, я бы Назальный, наверное, сделал бы два раза, ну, для надежности. Вот, то есть ничего здесь такого изряда нет. В принципе, в любом случае, основной эффект, он происходит от первого воздействия, да, так что здесь ничего такого страшного нет. Вы молодцы, что привились. Я только хотела сказать, в любом случае, вы молодцы, что сделали. Удивительно, что разные, кстати говоря, вакцины, исследования, наверное, проводят. Да, ну, наверное, муж не боится уколов. Ну, может быть, обычно, наоборот, просто боится. То есть Назальный уже почему выбирают, чтобы не делать уколы, в общем, таким образом. Мы сейчас на минутку покинем студию для того, чтобы узнать, что произошло в здравоохранении региона и страны за ту неделю, что мы не виделись, а затем продолжим наш разговор. Врачи больницы Симашко провели операцию на позвоночнике пациенту с осложнением нескольких хронических заболеваний. 65-летний мужчина страдал от болей в спине, что резко ограничивало движение. Нейрохирурги успешно выполнили операцию по вертебропластике. Сейчас пациент проходит реабилитацию. Сотрудники региональных предприятий могут пройти вакцинацию от COVID-19 на рабочем месте. Мобильные медицинские бригады выезжают в организованные коллективы и образовательные учреждения. Для организации прививочной кампании работодателям необходимо обратиться в поликлинику. Коллектив Самарской областной станции скорой помощи пополнил 21 молодой специалист. Все они выпускники медицинских колледжей и вузов. Привлекать новых сотрудников помогают подъемные при трудоустройстве. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предоставление жилья и другие меры социальной поддержки. Пациенты городской поликлиники номер 13 приняли участие в профилактической акции «День мужского здоровья». Мужчины за один день прошли исследования в рамках первого этапа диспансеризации, а также получили консультации узких специалистов. По итогам обследования у 13 пациентов выявили заболевание репродуктивной системы. Открылся новый корпус Похвестневской центральной больницы. В нем есть все возможности для оказания неотложной и плановой помощи детям и взрослым с различными патологиями. В круглосуточном режиме работают 8 врачей. Есть процедурные и диагностические кабинеты, лаборатории. Это программа «Звоните доктору». Сегодня про прививки и про наше здоровье мы говорим с главным врачом областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Александр Муравец у нас в студии. Он по-прежнему отвечает на звонки. 202 11 22. К нам в студию можно позвонить. И завершая, наверное, уже может быть тему прививок, ну, во-первых, где, когда и как можно сделать, ну, насколько это затратно по времени, что ли, скажем так? Сейчас вообще не затратно в силу того, что у нас пунктов работает очень много. И система-то вообще готова к намного более массовой вакцинации, чем она происходит сейчас. Поэтому, насколько я знаю, практически очереди или очень маленькие, или они отсутствуют, то есть во всех поликлинических учреждениях можно привиться. Также никуда не отменилась выездная вакцинация, если организация достаточно крупная, пожалуйста, можно обращаться в свои учреждения, можно позвонить нам. Мы подберем учреждения там, которые, ну, географически удобно расположены и с удовольствием проведут вакцинацию на выезде. То есть сейчас затрат времени практически никаких нет, с этим не сопряжено. – Была информация, наверное, по-моему, в начале этого учебного года, перед Новым годом, о том, что в Самаре неблагополучно с корью. Уже к следующей теме плавно перехожу, но опять-таки от прививок далеко не уйдем. Какая ситуация, во-первых? – Ну, ситуация сейчас стабилизировалась, действительно были вспышки. И я хочу сказать, вот эти вот волнообразные проявления детских инфекций, ну, и условно детских инфекций, ну, это вот чаще всего корь и дифтерия, это на самом деле вот прямая связь с вакцинацией. И это многократно описано в мире, и, к сожалению, у нас за счет действительно высокой эффективности вакцинации от детских инфекций, ну, происходит определенное, я не знаю, расслабление, забывание их, снижается уровень вакцинации, снижается уровень иммунной прослойки и начинаются вспышки. Как начинаются вспышки, все немножко приходят в тонус. – Неожиданно было, да. – И, ну, и как бы вот, в общем-то, ситуация улучшается. Ну, лучше бы, конечно, все всегда были в тонусе. И я вот уж, если действительно завершить тему вакцинации, я хочу сказать, вот обратиться хочу к людям, ну, такого, среднего, старшего возраста. Слушайте, что вот все вот эти разговоры работают или не работают, прививки, по-моему, они закрываются одной темой, точнее, двумя словами, детские инфекции. Ну, мы все на своих глазах видим, как исчезли, на наших глазах, не по рассказам, как на наших глазах исчезли детские инфекции. Ну, когда они куда исчезли, что их ветром сдуло, ну, то есть, какие нужны доказательства. Ведь вот мы, когда были детьми, то каждый ребенок болел всеми детскими инфекциями. Потом наступил инфаркт, когда отдельные дети отдельными, а сейчас же практически единицы. А детские инфекции – это не такая шутка. У них у всех есть летальность ненулевой процент, есть то, что касается краснухи, это 25% у роста, да, ну, это, в общем-то, серьезная и драматическая тема. То есть, это они почти исчезли, а если бы мы были более организованы, они бы совсем исчезли. Что касается кори, ну, в детстве всем нам, по крайней мере, делали прививки от кори. И есть у многих информация, что это на всю жизнь. Нет, это не на всю жизнь. Можно обращаться в свое учреждение. Есть такое понятие «почищающие иммунизации». В принципе, мало какие вакцины действуют более 10 лет, вот, и здесь кори не исключение. Вот, поэтому, если образ жизни как-то связан с риском инфицирования кори, если есть свое такое желание, то можно обратиться в поликлинику, можно привиться, да. Ну, если вот считать вакцины таким неким бронежилетом по отношению к вирусам, может здорово пробить, но не убьет, да, как говорят? Я больше на ремень безопасности похожа, чем на бронежилет, по моему ассоциативному ряду. Ну, в принципе, да. Ну, хочется понадежнее этот бронежилет. И мне кажется, что, наверное, все-таки от нас самих очень многое зависит. Даже встретившись с вирусом, заболеем мы или нет. Нет, я сейчас вообще не только про коронавирус говорю, поэтому я бы все-таки предложила вам поговорить на вашу любимую тему о здоровом образе жизни. И вот о котором, ну, это же не только в период каких-то вспышек, заболеваний нужно думать. А вот эту как раз прослойку нам формировать у себя необходимо постоянно? Да, конечно. И на самом деле, темы эти очень... Кстати, у меня тема вакцинации тоже любимая, мне прям жалко уходить. Было у меня еще пара тезисов, ну ладно. Можем еще поговорить. Оставим. Нет, просто, ну реально, тогда ничего не успеем. Просто вот давайте еще раз вернемся к тому, когда я сказал, а какие люди находятся под особенной угрозой тяжелого течения коронавирусной инфекции? Люди с сбыточным весом, повышенным сахаром крови, повышенным артериальным давлением, были заболеванием сердца и легких. А могло ли у них не быть этих факторов, зададим всем вопросом. И ведь на самом деле да. Потому что это не то, что происходит одномоментно. Ведь все начинается с нашего образа жизни, с четырех простейших компонентов, о которых я много раз говорил. И я не поленюсь повторить еще раз. Это с неправильного питания, это с дефицита двигательной активности, это курение и злоупотребление алкоголем. Все, всего четыре. Вот дальше есть какие новеллы в наших подходах, ну, наверное, последних лет. Один из таких существенных элементов, которые я вот с удовольствием здесь позиционирую, не помню, говорил когда об этом раньше, это концепция, ну, которую мы так называем, цифры вашего здоровья. Потому что все-таки мы к себе очень относимся субъективно, и вот эти вот факторы, их все знают. Но когда человек каждый считает, что он и движется нормально, и питается, а уж особенно если он что-нибудь изменил, а изменил иногда так мало, что это прям кроме него никому не заветует. Он вообще просто чувствует себя героем, летает на крыльях, все хорошо, только вес не снижается. Вот, поэтому мы говорим, что каждый человек, у нас люди все-таки большинство с образованием, вот, он вполне в силах, и мы настоятельно рекомендуем человеку знать 4-5 параметров своего организма прямо наизусть и наблюдать за ними в динамике. Что я имею в виду? Это индекс массы тела, это цифра отриарного давления, это уровень холестерина крови, это уровень глюкозы крови, это количество, объем фруктов, овощей, потребляемых в день по весу, без учета картофеля, и число проходимых шагов. Прямо это на самом деле очень немного. Конечно, в каждом параметре есть тонкости, нюансы, и иногда понадобится врач для того, чтобы глубоко его раскрыть. Но тем не менее, хотя бы знание вот этих базовых цифр, а особенно наблюдение за ними в динамике, очень много может принести пользы, а иногда, по сути дела, спасти здоровье и жизнь. И вот самый характерный пример. Человек приходит ко мне или куда-то и говорит, ну я вот выбрал для себя вот такой-то подход к ЗОЖ, я вот теперь не пользуюсь лифтом, я уменьшил хлеб, я теперь ем зато пророщенные зерна вместо хлеба, еще я делаю там этих 8 китайских движений, там какой-нибудь в интернете прочитал. Вот это мне поможет, а вы понимаете, я не знаю. И этого не знает никто. И то, что я рекомендую, и то, что человек может сделать сам, вот до толку он сделал, посмотреть вот эти свои 4-5 цифр, которые я перечислил выше, и через полгода применения 8 китайских движений пересмотреть. И если у него индекс массы тела пошел вниз, давление пошло вниз, глюкоза и христилин пошли вниз, его гаджет на руке показывает 10 тысяч шагов практически ежедневно, но он молодец. У него выбрана правильная траектория его личные движения ЗОЖ, ему подходят, я не знаю, китайские, японские движения и пророщенные пшеницы, он молодец. А вот если нет, если цифры говорят обратное, как бы он не говорил, что он стал бодрее, что он стал сильнее, вот это вот здесь повод для того, чтобы задуматься, и то ли он недовыполняет, то ли это не совсем его, то ли ему нужно заняться чем-то другим. Это, вы знаете, может быть звучит банально, но на самом деле, к сожалению, мало кто этому следует. Это очень важно, это чрезвычайно важно. И это касается, кстати говоря, вот десятков тысяч худеющих людей, которые вот, вы знаете, то есть прямо вот они выбирают для себя там ту риную тактику ЗОЖ, и у них все прекрасно. Они лучше себя чувствуют, они стали бодрее, они стали веселее, у них повысилась проблема одна. Догадываетесь какая, да? Нет. Не худеют, не худеют. И вот гонят от себя эту мысль. Вот, ну вот это вот как раз вот пример того, что если у человека индекс массы тела там превышает 25, а того хуже превышает 30, это уже по сути дела не просто там косметический дефект, или там не просто, ну, какая-то там проблема, это болезнь. И если те интервенции, которые к следующему человеку применяют, не приводят к тому, что у него просто снижается вес, то что-то неправильно. Значит, он делает что-то не то. Да, даже если вот прям вот бодрость-то вроде как и появилась. Ну что ж, Александр Владимирович, на сегодня наша миссия с вами выполнена, да. Будем прощаться со зрителями с пожеланием, конечно же, здоровья. Увидимся ровно через неделю. Не болейте. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин